С момента перехода под руководство катарских владельцев в 2011 году Парис Анжермен стал одним из самых богатых клубов Европы. Шаг за шагом масштабы росли и по истечению некоторого времени французская команда стала одним из самых привлекательных проектов для лучших футболистов планеты. Вот только ажиотаж и жесткая конкуренция не позволили раскрыться весьма талантливым игрокам, чьи перспективы в свое время казались очень высокими. Гол 24 представляет топ-10 футболистов, которые покинули ПСЖ и реализовали свой потенциал в других клубах. Но прежде чем продолжить, пожалуйста, ответьте на вопрос. Друзья, какой игрок является самым молодым автором гола в истории Парис Анжермен? Варианты. Николян Илька, Киллиан Мбаппе, Бартолам Юакбече, Тимоти Вея. Черкните свой ответ в комментариях. Благодарим. Кристофер Нкунку Являясь воспитанником Академии, нападающий дебютировал за основную команду парижан еще под руководством Лорана Блана в сезоне 2015-16. В возрасте 18 лет и 24 дней футболист вышел на поле в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против Донецкого Шахтера и стал одним из самых молодых дебютантов своей команды в Еврокубках. Нкунку начинал карьеру на позиции центрального полузащитника, и в основном именно в этом амплуа выступал за ПСЖ до 2019 года. После увольнения Блана Кристофер успел поиграть под руководством таких тренеров, как Уная Эмери и Томас Тухель. Но ни один из этих наставников не смог помочь французу раскрыть свой потенциал. Всего игрок провел за команду 78 матчей во всех турнирах, где отметился 11-ю голами и 4-ми ассистами. Летом 2019 года Кристофер за 13 миллионов евро перебрался в РБ Лейпциг, где по-настоящему сумел всех удивить своей выдающейся игрой. Прогресс футболиста был постепенным. Если в первых двух кампаниях француз записал в свой актив 11 голов и 22 ассиста в Бундеслиге, то затем соотношение забитых мячей и результативных передач практически вывернулось наизнанку. В сезоне 2020-2021 Нкунку показал первоклассные бомбардирские навыки, забил во всех турнирах 35 голов, вдобавок отдал 20 голевых пасов. Кристофер стал первым футболистом в истории, который четыре раза за кампанию признавался лучшим игроком месяца в Бундеслиге. Конечно же, учитывая перечисленные факты, нападающего в конце сезона просто не могли не признать лучшим футболистом года в турнире. Летом на француза ожидаемо был огромный спрос среди ведущих клубов Европы. Лейпциг ни в какую не соглашался расставаться с игроком и в итоге убедил форварда продлить контракт. Правда, уже через год в его соглашении активируется сумма отступных, которая составит 60 миллионов евро. Сам Нкунку не исключает, что может вернуться в ПСЖ. «Это мой дом. Клуб моего сердца. Я всегда об этом говорил. Я не закрываю никакие двери. В футболе возможно все». Муса Диаби Полузащитник до января 2018 года так и не смог дебютировать за первую команду ПСЖ. Поэтому клуб отправил его в аренду в итальянские кротоны. В стане пифагорейцев футболист ничем особенным не отметился. Вернулся в стан парижан, отыграв всего два матча в серии А. Возвращение француза совпало с назначением на пост главного наставника Томаса Тухеля. Немецкий специалист сразу же разглядел в молодом вингере талант и старался постепенно интегрировать его в основу. Диаби дебютировал за основу ПСЖ уже 12 августа 2018 года в домашней игре чемпионата Франции против Кана. Своим первым результативным действием Муса отметился в сентябрьском матче с Сент-Этьеном, забив гол на 84-й минуте. В целом тот сезон Диаби закончил с показателем 4 плюс 7 во всех турнирах летом 2019 года. Тухель был не против оставить молодого француза в команде, но полузащитник хотел больше игрового времени, поэтому настоял на своем уходе в Ливеркузенский Байер за 15 миллионов евро. Оказавшись в стане фармацевтов, футболист постепенно заявил о себе как об одном из самых перспективных игроков Бундеслиги. За 131 матч в футболке немецкого клуба Муса отметился 35-ю голами и 39-ю ассистами. Особенно результативной выдалась последняя кампания, где Диаби забил 13 голов и отдал 12 голевых передач. Как и в случае с Нкунку, Диаби тоже не исключает вероятность возвращения на Парк-де-Пренс. ПСЖ — это клуб, который вырастил меня. Я не исключаю, что однажды вернусь туда. Хорошенько подумаю, если они мне позвонят. Сейчас Муса, как Инкунку, играют за сборную Франции и имеют все шансы поехать на чемпионат мира. Кевин Гамейро В начале десятых француз считался одним из лучших бомбардиров Лиги 1. Забив за три сезона 50 голов в чемпионате в составе Ларьяна. Летом 2011 года только возглавившие клуб катарские владельцы не пожалели заплатить за 24-летнего форварда 11 миллионов евро и привели его на Парк-де-Пренс. Вот только оказавшись в парижском клубе, результативность Гамейро сразу упала ровно в два раза. Если в сезоне 2010-11 футболист забил за Ларьян 22 мяча в Лиге 1, то годом позже Кевин закончил чемпионат с 11-ю голами. Летом 2012 в ПСЖ прибыл Златан Ибрагимович, поэтому положение Гамейро оказалось совсем уж тяжелым. Нападающий резко превратился в запасного, но сумел забить 8 голов в Лиге 1, несмотря на то, что провел на поле всего 867 минут. В конечном итоге Кевин не стал довольствоваться ролью лавочника и в 2013-м перебрался в Севилью, где зарекомендовал себя как настоящего лидера атаки. В команде у Наэмери Гамейро задержался на три года и трижды подряд становился победителем Лиги Европы. В целом нападающий провел за клуб 145 матчей во всех турнирах, где отметился 67-ю голами и 17-ю ассистами. В 2016 году француз ушел на повышение, пополнив ряды мадридского атлетику за 32 миллиона евро. К сожалению, в команде Диего Симеоне прогресс Гамейро остановился. Несмотря на 12 голов в чемпионате в дебютном сезоне, форвард не был ярко выраженным лидером, каковым являлся в Севилье. Во второй кампании на Ванда Метрополитана Кевин выиграл свой четвертый титул Лиги Европы, после чего отправился в Валенсию. На Месталии футболисту не удалось выйти на прежний уровень, поэтому с 2021 года француз выступает за родной Страсбур, где и начинал карьеру в свое время. Кингсли Каман Французский вингер, будучи воспитанником Парис Энджермен, дебютировал за родную команду в сезоне 2012-13, но впредь лишь трижды выходил на поле во всех турнирах. Причиной тому послужила жесткая конкуренция. Из-за наличия в клубе таких игроков, как Лукас Моура, Хавьер Пасторы и Эдинсон Кавани, который периодически тоже выступал на правом фланге атаки. В любом случае, летом 2014 года перспективный Каман перебрался в туринский Ювентус, где стал получать чуть больше игрового времени. За старую сеньору игрок провел 15 матчей в серии А, отметился двумя ассистами, но 552 проведенные минуты в чемпионате все равно не устраивали Кингсли. В августе 2015-го полузащитник решил отправиться в аренду в Баварию, который на тот момент возглавлял Хасеп Гвардиола. Под руководством испанского специалиста, футболист в возрасте 19 лет, стал очень важным игроком для Мюнхенского клуба и в итоге был выкуплен руководством за 21 миллион евро. 50 голов и 59 ассистов за 237 матчей в Баварии наглядно показывают, Каман не является эталоном результативности. Но несмотря на это, футболист за все годы принес своей команде большую пользу своей скоростью и эффектным дриблингом. К слову, на сегодняшний день полузащитник является единственным футболистом, который каждый год своей профессиональной карьеры побеждает в чемпионате. У игрока в активе семь салатниц, два титула Лиги 1 и один Скудетто. Но, пожалуй, главным командным трофеем Кингсли является Лига чемпионов, завоеванная в 2020 году. Что символично, в финальном матче француз забил победный гол в ворота ПСЖ и помешал родной команде завоевать заветный кубок. Майк Миньян Французский галкипер так и не смог дебютировать за взрослую команду Парис Инжермен, хотя периодически включался в заявку на все турниры. Вратарь долго ждал своего шанса, но приход Кевина Трапа летом 2015-го окончательно похоронил его надежды на будущее в стане парижан. Ведь в тот момент Майк усветила лишь роль третьего номера, после Сальваторе Сиригу. По этой причине Миньян покинул ПСЖ и перебрался в Лиль. В первые два сезона галкипер появлялся на поле в чемпионате лишь 11 раз. Но пробиться в основу догов Миньяну удалось в кампании 2017-18. Что интересно, первым номером его сделал нынешний тренер ПСЖ Кристоф Галтье под руководством французского специалиста. Команда достигла большого прогресса. По итогам сезона 2018-19 финишировала в зоне Лиги Чемпионов. В свою очередь Майк к тому периоду зарекомендовал себя как одного из лучших галкиперов Лиги 1 и уже привлек внимание топ-клубов Европы. Тем не менее, главный успех Миньяна в футболке Лиля был еще впереди. В кампании 2020-21 доги сенсационно стали чемпионами Франции, оставив позади многомиллионный состав ПСЖ. Выиграв свой самый значимый трофей в карьере, Майк летом отправился в Милан, где ему предстояло заменить Жан-Луиджо Донарумо. Уже в своем дебютном сезоне в Италии вратаря стоял 21 сухой матч в серии А, был признан лучшим вратарем турнира. Но самое важное то, что игра галкипера помогла Рассанере завоевать первой Скудетто за последние 11 лет. Ну а в сборную Франции Миньян вызывается в последнее время регулярно. На счету Майка пока 4 матча за команду Дидье Дэшама. На грядущем мундиале в Катаре игроку вряд ли удастся вытеснить из основы уголья риса. Но в обозримом будущем такой сценарий исключать нельзя. Друзья, если вам нравится наше творчество, то рекомендуем подписаться и на наш телеграм-канал Голл24. Только в нашем телеграм-канале вы будете получать уникальную футбольную статистику, участвовать в викторинах, а также первыми получать срочные новости из мира футбола. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Люка-1 Левый защитник перебрался в ПСЖ в июле 2013 года из Лиля, где зарекомендовал себя как одного из лучших фуллбеков Лиги 1. За трансфер футболиста парижский клуб заплатил 15 миллионов евро. Весьма солидные на тот момент деньги за 20-летнего защитника. Оказавшись на Парк-де-Пренс, предстояло составить конкуренцию опытному бразильцу Максвеллу, который пользовался большим доверием главного тренера Лорана Блана. Вследствие предпочтений наставника, Динь задержался в паре Сан-Жермен всего на два сезона, и проведя за клуб всего 44 матча, летом 2015 года уехал в аренду в Рому. В своей единственной кампании за итальянскую команду футболист отметился тремя голами и четырьмя ассистами во всех турнирах, чем привлек внимание каталонской Барселоны, которая в 2016 году искала игрока на роль сменщика Жорди Альбы. Синегранатовые заплатили ПСЖ за игрока 16,5 миллионов евро и привели его на Камп Ноу. В стане Блоугранас, Диня ждала, повторение старой истории. Игрок не смог выиграть конкуренцию и через два года вновь сменил клубную прописку. На этот раз летом 2018-го футболист отправился в Эвертон, где в тихой и спокойной обстановке сумел вырасти в одного из лучших левых защитников АПЛ. В первые три сезона француз отметился четырьмя голами и 18-ю ассистами в чемпионате Англии и в один момент вполне мог уйти на повышение, но подходящего предложения так и не последовало. В кампании 2021-2022 Ирисак возглавил Рафаэль Бенитес, с которым у Диня возник конфликт. В январе руководство за 30 миллионов евро продало защитника Вастонвиллу Стивена Джерарда, но это решение смотрелось очень странным, ведь уже через пару дней клуб уволил Бенитеса, который по сути являлся единственной проблемой люки в Эвертоне. В стане Вилана в день начинал очень бодро, и за первые полгода отметился четырьмя ассистами в АПЛ. К сожалению, в новой кампании у игрока пока не очень получается проявить себя в кризисной команде, которая сейчас находится внизу таблицы. Джованни Ло Чельсо Зимой 2017 года талантливый полузащитник перебрался на Парк-де-Пренс из аргентинского Розарио за 10 миллионов евро. Трансфер состоялся еще летом, но футболисту позволили отыграть еще несколько месяцев в аренде за родную команду. В первые полгода за Парис-Анджермен он провел четыре матча в чемпионате Франции, где отметился двумя результативными передачами. Главный тренер Уная Эмери был впечатлен игрой Джованни, поэтому в новом сезоне стал куда чаще выпускать его на поле. Уже к концу 2017 года Ло Чельсо неожиданно стал основным футболистом ПСЖ, обладая при этом не самым громким именем в линии полузащиты. Свой дебютный мяч за ПСЖ аргентинец забил в январе 2018 года в матче Кубка Лиги против Рена. Кроме того, Хавбек вышел в старте на важный матч 1-8 финала Лиги чемпионов против Мадридского Реала, который закончился домашней победой сливочных 3-1. По сумме двух игр парижане вылетели из турнира, поэтому в конце сезона Эмери был уволен. Пришедший на замену испанцу Томас Тухель не видел в Ло Чельсо игрока стартовой обоймы, поэтому полузащитник летом был отдан в Бетис на правах аренды с правом выкупа. В испанской команде Джованни сразу начал показывать мастерство, и благодаря девяти голам и пяти ассистам в Ла Лиге по итогу кампании был выкуплен за 22 миллиона евро. Вот только делая этот шаг, зелено-белые уже заранее знали об интересе со стороны Тоттенхэма. Игрок присоединился к шпорам за 32 миллиона евро, и уже предвкушал работу соотечественника Маурисио Почеттино. Вот только трансфер Хавбека совпал с серьезным игровым кризисом команды, из-за чего руководство решило уволить аргентинского тренера спустя несколько месяцев. Новым наставником, а именно Жозе Мауринью, Нуну Ишпериту Санту и Антонио Конте, футболист не приглянулся, поэтому зимой 2022 года Ло Чельсу вынужденно вернулся в Ла Лигу, где воссоединился Суная Эмери в Вильяреале. За полгода в желтой субмарине Джованни удалось доказать, что он не растерял свой талант. Хавбек стал одним из ключевых игроков команды, которая во второй раз в своей истории дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Благодаря своим выступлениям Ло Чельсу убедил руководство испанского клуба продлить аренду еще на сезон. Сейчас полузащитнику всего 26. Если его прогресс в Вильяреале ускорится, не исключено, что в будущем Джованни все же сможет раскрыться в составе топ-клуба. Лукас Моура Бразильский вингер перешел в Парис-Ан-Жермен в январе 2013 года из Сан-Паулу за 40 миллионов евро. Исходя из этой суммы, несложно догадаться. Полузащитник на тот момент считался одним из самых перспективных футболистов планеты. Ведь иначе парижане попросту не стали бы платить такие деньги за игрока из чемпионата Бразилии. Хотя примеров, когда за футболистов переплачивали, достаточно много. И мы выпускали видео на нашем канале на эту тему. Всем советуем посмотреть топ-10, когда за игроков явно переплачивали. Продолжим. В первые полгода Лукас отметился пятью ассистами в десяти поединках Лиги 1. Тем самым сделал большой задел на прогресс в будущем. В кампании 2013-14 Моура записал на свой счет пять голов и 13 ассистов в национальном первенстве. Но при этом далеко не во всех матчах появлялся на поле в основном составе. После этого заметных улучшений так и не последовало. Игрок демонстрировал приблизительно одинаковые показатели и не считался в команде звездой. Ситуация усугубилась летом 2017 года, когда фигура Моуры окончательно ушла в тень после прихода Неймара и Мбаппе. Всего за пару месяцев до прихода звездных новичков. Лукас закончил сезон с 12-ю голами в чемпионате, побил личный рекорд результативности. Но дорогостоящие трансферы окончательно похоронили все перспективы бразильца на Парк Де Пренс в сезоне 2017-18. Футболист до января всего пять раз появлялся на поле в Лиге 1, после чего осознал свое безвыходное положение и перебрался в лондонский Тоттенхэм за 28 миллионов 400 тысяч евро. Под руководством Маурисио Почеттино полузащитник постепенно реанимировал карьеру и уже в кампании 2018-19 напомнил о себе всей футбольной европейской общественности. Помимо десяти забитых голов в АПЛ, Лукас помог Тоттенхэму сотворить настоящее чудо в ответном полуфинале Лиги чемпионов против Аякса. К перерыву Амстердамцы лизировали по сумме двух встреч со счетом 3-0, и для выхода в финал шпором необходимо было забить как минимум три и не пропустить. Из-за травмы Харри Кейна Моура вышел в основном составе и неожиданно стал главным героем матча. С 55 по 59 минуты футболист отквитал два мяча, а под самый занавес игры бильярдным ударом оформил хэт-трик и впервые в истории вывел Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов. Для одних, к сожалению, а для других, к счастью, в решающей игре. В Мадриде оказался сильнее Ливерпуль, но тот сезон в индивидуальном плане до сих пор остается самым успешным в карьере бразильца. Лукас продолжает выступать за Тоттенхэм и по сей день. У него контракт с клубом до 2024 года. Хоть 30-летний полузащитник уже является игроком запаса, шпоры точно не пожалели, что в свое время заплатили за него почти 30 миллионов евро. Матео Гендузи Хавбек числился в Академии ПСЖ с 2004 года, но спустя 10 лет своего пребывания в клубе решил, лучшим вариантом для него будет уход в более слабую команду. Пополнив ряды Ларьяна, француз совершил свой профессиональный дебют в 2016 году в матче Лиги 1 против Танта. По итогам того сезона, Мерлузовые вылетели во второй дивизион, где Гендузи в кампании 2017-18 получил гораздо больше игрового времени и произвел впечатление на лондонский арсенал. Возглавивший канониров Унаэ Эмери настоял на трансфере игрока, поэтому руководство не пожалело выложить за трансфер 8 миллионов евро. Многие считали, что игрока берут на долгосрочную перспективу, и ждать его в основе, по крайней мере, в АПЛ в ближайшее время точно не стоит. Но все оказалось совсем иначе. Матео сходу начал выходить в стартовом составе, и в первое время смотрелся довольно зрело. Француз добавил арсеналу больше креатива и агрессии в полузащите, и учитывая, что Хавбеку было всего 19, его будущее на Эмирейтс смотрелось весьма многообещающим. Но уже в кампании 2019-20 Гендузи, как и всю команду, настиг серьезный кризис, вследствие чего Унаэ Эмери был уволен с поста главного наставника. На замену бывшему тренеру ПСЖ пришел Микель Артетто, под руководством которого Матео так и не смог вернуться в оптимальную форму. Выиграв с клубом Кубок Англии в конце сезона, француз начал скитаться по арендам. Сперва Гендузи оказался в берлинской герте, а затем пополнил ряды Марселя. В стане провансальцев полузащитник сумел вернуть оптимальные кондиции под руководством Хорхе Санпаули, вследствие чего команда летом выкупила игрока за 11 миллионов евро. Хавбеку в данный момент всего 23. Учитывая то, как сильно Парис Инжермен любит усиливаться футболистами других клубов Лиги 1, нельзя исключать, что Матео однажды вернется на Парк-де-Пренс и все же дебютирует за родную команду. Кстати, за сборную Франции он уже успел провести шесть матчей. Гонсалу Гедыш Португалец пополнил ряды ПСЖ зимой 2017 года, перейдя из Лиссабонской Бенфики за 30 миллионов евро. В возрасте 19 лет нападающий подавал большие надежды, но при этом уже считался довольно зрелым игроком, о чем говорили его 11 голов и 16 ассистов в 68 матчах за Бенфику. Тем не менее, пребывание Гедыша на Парк-де-Пренс оказалось совсем недолгим. За полгода в футболке парижского клуба Гонсалу провел 13 матчей во всех турнирах, где отметился всего одним результативным пасом. Когда летом 2017 года ПСЖ приобрел Киллиана Мбаппе и Неймара, португалец остался разочарован руководством парижан, ведь еще пару месяцев назад ему гарантировали развитие и постепенную интеграцию в основу. Гедыш понимал, что не сможет справиться с таким уровнем конкуренции, поэтому принял решение уйти в аренду в Валенсию. В стане летучих мышей, нападающей в своем дебютном сезоне, записал на счет 5 голов и 11 ассистов в чемпионате, благодаря чему испанский клуб выкупил его за рекордные для себя 40 миллионов евро. Перебравшись в команду на постоянной основе, футболист все никак не мог выйти на новый уровень и демонстрировал весьма средние показатели результативности. Тем не менее, в прошлой кампании Гедышу все же удалось добиться небольшого прогресса, забив 11 голов в Ла Лиге. Этот факт не остался без внимания со стороны Вулверхэмптона, который купил форварда за 32 миллиона 600 тысяч евро. 25-летний Гонсало пока не смог отличиться забитым голом в пяти первых матчах ВПЛ, но зато записал на свой счет одну голевую передачу. В любом случае судить еще рано. Если у Гедыша получится раскрыть свой потенциал на Туманном Альбионе, спрос на футболиста вновь может взлететь, как когда-то в 2017 году. Учитывая масштабы Париса Нжермен и то, сколько клуб тратит на трансферы, несложно догадаться. Молодым игрокам очень сложно бороться за место под солнцем, но в то же время опыт игры за парижан дает много плюсов, ведь находясь в окружении звезд с менталитетом победителя, футболист ставит перед собой высокую планку и стремится выйти на другой уровень. Уважаемые зрители, какой игрок из предложенной подборки, с вашей точки зрения, вернувшись в Парис Нжермен, будет гарантированно выступать на топ-уровне? Напишите об этом в комментариях. Заранее спасибо и до скорого! Субтитры подогнал «Симон»!